Всем привет, друзья! С вами Виталий Кондор, и сегодня очередное главное событие в нашей жизни для всех меломанов и киноманов. Итак, вышла третья серия сериала Король Шут, и для тех, кто не видел обзор на первые две серии, тот смело может перейти на мой канал и посмотреть этот обзор. А для тех, кто не видел еще третьей серии, имейте в виду, что первая часть ролика будет бесспойлерная, а когда будут спойлеры, я обязательно всех предупрежу. Что же можно сказать о третьей серии? Она мне в целом очень понравилась. Драматический сюжетный накал, интересная развязка, в плане игры актеров все очень замечательно. На сей раз мне Влад Коноплев очень понравился. В предыдущем ролике я его немного покритиковал, но здесь такое ощущение, что парень несколько так разыгрался. Но, повторюсь, все-таки роль князя ему больше подходит где-то до 99-го года, когда князь был молодым, худым и романтичным юношей. Вот Влад Коноплев на своем месте, как только переходит за отметку 21-го века, все равно остаются некоторые сомнения, но тут уже скорее больше мои придирки, нежели чем реальная критика. А так Влад Коноплев тянет на все 300%. Плотников по-прежнему выше всяких похвал. Что мне понравилось в третьей серии еще, это то, что начинают раскрываться другие музыканты группы Король и Шут. В предыдущих сериях, напомню, музыканты Короля и Шута были больше в роли мебели или статистов. То есть их не раскрывали вообще никак. А здесь какие-то диалоги пошли, какие-то интересные сцены. Что еще можно отметить? Алексей Горшенев является композитором сериала. Помимо того, что он спел в первой серии вместо своего брата, он еще на некоторой композиции группы Король и Шут делает несколько другую аранжировку. И она слушается просто великолепно. Я вот, знаете, после выхода релиза Atomic Heart, все хотят отдельный плейлист себе добавить этой компьютерной игры, то я хотел бы еще помимо этого и новый плейлист сериала Король и Шут, потому что мне очень нравятся новые аранжировки на старые добрые композиции. Они слушаются свежо, интересно и прям неплохо, прям добротно, прям хорошо. Да-да-да, хорошо. Есть ли минусы у серии? Я бы не сказал, что минусы у самой серии, хотя минусы есть. Но в целом сериал за три серии начинает приобретать один минус. Но о нем я поговорю в спойлерной части. Поэтому давайте не будем долго тянуть. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Кто не смотрел третью серию, вначале смотрите ее, а потом возвращайтесь. Начинается серия с 1996 года, концерт группы Король и Шут. И эти кадры мы видели из трейлера. Я подумал, что в трейлере нам показан концерт Ели мясо мужики, который был в клубе Спартак в Санкт-Петербурге в 1999 году. Но здесь скорее намек на концерт Проказник с Комарох, подумал бы я. Но и тоже не он, потому что Проказник с Комарох состоялся в 1997 году. А здесь, мне кажется, просто концерт показан. Без привязки к какому-то событийному празденству. И вот на этом концерте нам явили не впервые, но решили нас познакомить с первой женой Горшка, Анфиса Крючкова. Очень специфичная личность. Но это в серии будет прям не планомерно раскрываться, а большим таким массовым напором. Нам просто, нам это в глаза преподнесут все ее специфические особенности, ее внутреннего мира, так сказать. Можно ли считать здесь художественный киноляп или художественное допущение? Потому что Горшенев на Анфисе был женат с 1994 по 2003 года. А здесь они знакомятся в 1996. Но это не единственное художественное допущение во всей серии. В конце концов, мы не историки, чтобы докапываться к таким мелочам. Знакомство было показано безумно потрясающе, вот просто великолепно. То, как Валере Зоидова, как ее фамилия-то правильно произносится, если я ошибся, прошу прощения. То, как госпожа Зоидова, блин, как же ее и не иначе, как госпожа можно называть. Ну, не важно. То, как Зоидова перевоплотилась на экране, какую сцену горячую она показала, о-о-о-о-о-о-о-о-о, мое почтение. Вот, кстати, девушки, девушки, помимо товарища Плотникова, девушки, это одна из самых лучших драгоценностей, которая есть во всем сериале, потому что девушки, которые сыграли, что Зоидова, что Бокова. А, во второй серии была актриса, которая сыграла организатора в Екатеринбурге. Простите, я вот только сейчас о ней вспомнил и сходу так не знаю фамилию актрисы, кто знает, напишите. Вот девушки великолепные, красивые, замечательные, талантливые. Вот сразу видно, что не Россия и не Первый канал снимают. Врача, врача, позовите врача. До появления Анфисы Крючковой в кадре было пару интересных отсылок. Для начала рок-н-ролл это не работа, рок-н-ролл это прикол. Была произнесена фраза, кто сказал, кто сказал, да мы все знаем, кто сказал, товарищ Панфилов, более известный как Кинчев. Также Балу начал докапываться до Яши, говорит, что ты плохо играешь на гитаре, надо лучше стараться. Король Ишут это вся моя жизнь. И ему ответ прилетает, ну ты еще книгу об этом напиши. Смешно. Для тех, кто не в курсе, Балу написал книги по Королю Ишуту. Их даже целых три сейчас вышло. Между Купчиной и Ржевкой, как в старой сказке, бесконечная история. Признаюсь, я книги не читал, потому что Чукча не читатель, Чукча писатель. Но тем не менее, я думаю, когда-нибудь обязательно я доберусь до этих книг. Ты бессмертиться хочешь или сдохнуть? Кому нужны бессмертия, когда есть любовь? Безумие, похоть, разврат, оторванность от мира и, как следствие, безбашенный полет. Вот идеальные слова, которые описывают первую жену Горшенева. Она действительно оторвана от этой жизни и проносит через себя во внешний мир какое-то сумасшествие. Прям лавиной это сумасшествие проносит. Но Горшок в нее сразу влюбляется. Особенно от того, что она души в нем не чает. Это даже слышно, как она произносит фразу ему на ухо. Ты и есть король и шут. Это слышит князь, и ему явно это не нравится. Но с этого момента друг уже не в силе как-то повлиять на своего друга. Новая барышня начинает его окучивать и буквально загоняет в свои сети. Кстати, в этот раз, несмотря на то, что фэнтези мир не такой радужный, как в предыдущих сериях, не такой событийный, не такой экшеновый, но тем не менее с большим количеством отсылок. И эти отсылки можно перечислять, не останавливаясь. Даже с самого начала, как только фэнтези мир появляется, князь и Горшок напевают песню «Мотоцикл». Только согласно лору фэнтезийного мира, вместо слов «Мотоцикл мой» они использовали «Конь ретивый мой». И это было смешно. Также в фэнтези мире появляется сама Анфиса. Она предстает на экране эдакой повелительницей мух, которая завлекает в свои сети всех прохожих, влюбляет в себя, а потом скармливает мухам. И это очередное подтверждение того, что вот этот фэнтези мир – это внутренний мир князева. Потому что именно он может представить, как Горшок попадает в эти сети, влюбляется, теряет голову, и постепенно его мухи начинают пожирать. И только лучший друг может его спасти. Сам Горшок из этого безумия уже не выберется. Как же в фэнтези мире князь спасает? Для начала он встречается с некими лилипудами, которые ему рассказывают историю про дурака, который пытается поймать молнию. Ну, известная всем песня. Впоследствии, впоследствии, князь вместе с этим безумцем, который хочет молнию поймать, пытается поймать с ним молнию, чтобы этой молнией испепелить повелительницу мух. А вы спросите, как они хотят молнию поймать? Дело в том, что этот безумец, который хочет поймать молнию, приобрел особый волшебный мешочек на базаре, где рядом продавались шапки, которые надеваешь и снять не можешь, потому что вместе с шапкой снимается и голова. Тоже отсылка к одной песне. Песня шапки сняла, и его голова! И вот таких вот отсылок все больше и больше и больше. То есть есть ощущение, что к концу сериала этот фэнтези-мир просто перечислит все песни группы Король и Шут, от первой до последней. В конечном итоге с повелительницей мух удалось справиться в фэнтези-мире. И справился с ней сам Горшок, потому что она напала на лучшего друга на князе, и тогда уже Горшок должен был прийти на помощь. Сделать выбор, он остается с этой повелительницей мух, которая его сожрет в конечном итоге, либо он спасает друга. Но это пока что только в фэнтези-мире. В реальном мире, как будут спасать Горшка, нам не показали. А спасать есть от чего. Потому что, утопая в этой рок-н-ролльной любви к своей безумной пассии, Горшок буквально растворяется в этом сумасшествии и идет на дно болота. Все глубже и глубже и глубже. Но к этому мы пока что еще вернемся. Сейчас мы, нас переносят в 2001 год, где Горшок показывает, что он придумал новую песню. Это воспоминания о былой любви. И тут Анфиса в очередной раз влезает в разговор, говорит, что это прекрасная мелодия, что этой мелодии текст не нужен, что Горшок гений, бог, царь и вообще самый-самый лучший и потрясающий мужчина на свете, а главное, самый талантливый. Но то, что текст не нужен, я не знаю, насколько это имеет отношение к реальности, потому что в реальности воспоминания о былой любви вошло без текста в альбом Герои и Злодеи и, как уверяют музыканты, вошла без текста, потому что просто не успели текст придумать. Мелодия была красивая, в альбом вставить захотелось, а текст не успели придумать. К концу мы, кстати, видим еще один ляп. Это то, что на песню Воспоминания о былой любви все же решили придумать текст и князь репетирует с группой эту песню. Но это показывает 2003 год. Песня с текстом уже года два как выйти должна была. То есть такая же история, как с песней «Ели мясо мужики». Надо остановить эту экспансию гопоты. Они долго не продержатся. Также нам здесь впервые показывают и наше радио, и актера, сыгравшего Михаила Козырева. Актер, кстати, великолепно сыграл, великолепно вжился в образ. Пока Король и Шут был в поисках нового директора, к ним приходил директор тот самый панкер Игорь Гудков, который помогал и Цою, и Алисе, и был директором группы Кукрыниксы. Но Король и Шут в сериале он взять так и не решился, потому что, как он говорит, с алкашами он работать может. А вот группе-то директор нужен. Особенно, когда группа набирает такую высоту, кто-то уже должен решать вопросы концертов, клипов, записей, да элементарно организовывать все, елки-палки, не самим же музыкантом это делать. Что музыкантам нужно делать? Правильно, музыкантам нужно бухать и песни писать, а остальное должен делать директор. И на сцену выходит Александр Гордей, на те времена директор группы Король и Шут. И тут тоже некое художественное допущение, потому что в реальности, в реальности Гордеев узнал о группе Король и Шут через Елену Карпову, которая в свое время была музыкальным редактором у Владислава Листьева. Вот чувствуете, чувствуете, насколько тесен мир. Прежде чем встретиться с Горшеневым и Князевым, он вначале встретился с Яшей. А потом с Горшеневым и Князевым он встретился уже в гостинице, чтобы обсудить детали контракта. Здесь же нам показывают более интересную историю, нежели чем в реальности. Якобы он приходит на автографсессию и на автографсессии у Горшенева случается припадок. Во время этого припадка Князев просит позвонить какому-нибудь знакомому врачу, не скорую же вызывать, все-таки Горшенев обдолбанный, как-никак. Тогда Гордеев быстро находит в телефонной книжке номер врача, ему вручают в руки адреналин и начинают говорить «Вот кали, вот кали, вот кали, давай кали уже!» Адреналин ему приводи в чувство. И здесь тонкая, превосходная и неподражаемая отсылка к замечательному фильму «Криминальное чтиво». «Ты должен опускать иглу вот таким ударным движением». «Я что? Что? Надо ударить три раза!» И вот тут Гордеев адреналин за малым в сердце не воткнул. Кстати, это все байка. Если адреналин в сердце воткнуть, человек умрет. Но это была все разыгранная постановка для того, чтобы понять, как Гордеев поведет себя в экстремальной ситуации. Есть ли у него, например, телефон врача, который моментально может приехать и откачать? Есть ли у него какая-то готовность к экстренным ситуациям воткнуть тот же самый адреналин? Не в сердце. Не в сердце. Привет, ребята! И дальше нас переносят уже в 2002 год на фестиваль «Нашествие», на котором Король и Шут выступает хедлайнером. И вот здесь у нас уже идут отсылки к реальным интервью, которые давал Король и Шут на тех или иных фестивалях. И актеры произносят фразы буквально один в один. Подожди, подожди к пиву так, подожди. Скажи, пожалуйста, с кем дуэтом хочешь спеть? Потому что на нашествии было очень много дуэтов всевозможных. Там и Текила Джаз, и, я не знаю, Сергас с Гариком Сукачевым. С Седвишесом хочу спеть. С Жиморесом хочу спеть. С Андрюшей Пановой. С Джоном Леона, Виктором Стоя. Жаль только что они умерли. Также показывают сам фестиваль нашествия через призму телевидения того времени. То есть, как показывали на канале ТВ6, кажется. Возможно, когда показывали мельком толпу, были применены даже реальные кадры с того фестиваля нашествия. Но вот эта история, когда Горшок отвлекся, вышел к краю сцены и начал показывать средние пальцы направо и налево, и князь его в последний момент спас и выдернул от места, где сейчас пиротехника должна была бахнуть. В сериале показали, что ему в этот момент просто в толпе привиделся тот самый шут, и он ему пошел средние пальцы показывать. Что ж, это очень грамотное объяснение, почему это произошло. Друзья, теперь, что касается минусов. В целом, мне серия, повторюсь, очень понравилась. По драматическому накалу, по сюжету она великолепна. Но есть у сериала один минус, а это именно скорость. Во-первых, как мне кажется, перед этой серией можно было бы впихнуть события еще на одну серию, как минимум. Плюс сама серия событий, сколько было показано там, хватит как минимум еще на две, а то и на три даже серии. И вот этот финал, где князь говорит, что их нужно разлучать, это был бы идеальный финал для последней восьмой серии. Да, именно для последней серии, потому что, как я считаю, что в один маленький сериал в восемь серий всю историю Горшенева и группы Король и Шут не уместить никак. Как минимум здесь должно быть три сезона, а лучше пять. Но не будем слишком много от киноделов требовать, поэтому хотя бы три сезона. Почему, например, Игрой Престолов могут нас баловать там 10 лет сериалом во все тяжкие, могут нас баловать там условно пять или шесть лет, выходя там, когда выходит пять сезонов. Почему бы здесь было так не сделать? То есть, для меня, как для поклонника группы Король и Шут, например, понятно, кем был Горшок и как князь к нему относился и почему он решил выручать своего друга, почему он ему другом вообще является, что они друзьями вообще являются. Для меня это понятно, но для рядового телезрителя это, например, немножечко, чуть-чуть так скоротечно. Поэтому, прежде чем вводить Анфису, я бы как следует показал бы, раскрыл бы, во-первых, всех музыкантов, их взаимоотношения показал бы, и вот дальше бы ввел Анфису, где бы постепенно, 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 вначале бы показал, как все здорово, все хорошо, что Горшенев в нее влюблен, утопает в этих чувствах, ему все замечательно, все хорошо, а потом уже постепенно, как он утопает все глубже и глубже и глубже, и вот последняя серия, восьмая, самое донное продолжение во втором сезоне через год. Вот это было бы круто. Вот история та же самая про Гордеева, например. Он же, когда пришел в группу, у него же роман с Марией Нефедовой, со скрипачкой закрутился. Да-да, именно у него роман закрутился. Это был не просто такой мимолетный роман, это на отдельный сериал их взаимоотношения, потому что, как рассказывают музыканты, делятся своими впечатлениями, он не был таким пай-романтиком, который бы утопал в своей красавице. он был тираном, мужиком-тираном, который даже рукоприкладством занимался, и это тоже отдельная тема, что вот директор группы зажигает там со скрипачкой и всячески терзучит ее. Вообще масса историй, которых можно показать. Здесь же в третьей серии такое ощущение, что сама серия сокращена с трех до одной серии, еще и перед ней одну-две серии пропустили. То есть ну вот вот такие вот у меня смешанные чувства, то есть игра актеров великолепна, сюжет великолепен, все прекрасно, но из-за того, что это все быстро показывается, быстро друг друга сменяется, не успеваешь вдоволь насладиться, и именно уже в третьей серии я почувствовал, что скоро сериал закончится, и мне от этого стало грустно. А это самые плохие чувства, которые я вообще не хочу испытывать, я не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась. Я понимаю, что всему есть конец, но я не хочу, чтобы она так скоро хотя бы заканчивалась. Вот мое мнение. Ну а что вы думаете за эту серию? Понравилась ли она вам? Напишите комментарии, не забудьте подписаться и поставить лайк, а мы смотрим дальше сериал, ждем с нетерпением следующую серию. Друзья, всем рад. Будьте как дома. Пока.